Привет, теннисюги! Вы находитесь на канале Table Tennis For You, TT For You. Здесь вы найдете видео о настольном теннисе и его развитии. Поддержите наш канал подпиской, лайками и, конечно, ждем ваших комментариев. Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Олег. Мы вас рады приветствовать в нашем канале Table Tennis For You, TT For You. Совсем недавно у нас вышло видео касаемо итогов 2019 года в настольном теннисном плане. То есть мы обсуждали главные турниры года, рассказали, как кто из известных мировых спортсменов выступил. Это видео очень понравилось подписчикам и многие просили сделать аналитику на предстоящий турнир 2020 года. Поэтому мы решили заняться этим вопросом и будем обсуждать максимально важные турниры года, делать аналитику. То есть, если человек не смотрел эти матчи, будет даже интересно все плюс-минус за 10 минут посмотреть, кто как с кем выступил, какие результаты, какие сенсации турнира, ну и многое другое. Сегодня у нас будет видео посвящаться 2020 German Open. Первый турнир в году типа Platinum. Имеет очень хороший состав участников, имеет очень хорошие призовые. В том году это был во второй половине года турнир, то есть German Open. В этом году он первый. Давайте посмотрим, какие его результаты и послушайте нашу аналитику. Всем приятного просмотра! Итак, друзья, мы начинаем подводить итоги открытого чемпионата Германии 2020. Проходил он в этом году в Магдебурге с 28 января по 2 февраля 2020 года. German Open является турниром платином, то есть является турниром приоритетным, одним из главных турниров ProTura 2020. Сетка на 32 участника представлена максимально сильными игроками. В первую очередь, это конечно китайцы, но и также игроки из Европы, которые постоянно составляют конкуренцию и делают сенсации на турнирах ProTura. Стоит отметить, что в этот турнир нужно было пройти квалификацию и игры были максимально интересные еще в квалификации. Четыре раунда квалификации и очень большое количество игроков приехало даже, чтобы поиграть в квалификации. Например, чтобы вы понимали, в третий раунд квалификации туда не попал очень сильный игрок Вон Чун Тин, который проиграл 2-4 игроку из Дании до этого. Были очень сильные игроки Ко Лей, Монтеера Жуала, Ван Янг, Роберт Гардас, Квей Данг, Джон Пирсон, Андрей Гачино, Жао Зи Хао, который был в финале 2019 ProTura, Кристиан Плотея, который обыграл Харемото, Джионис Панагиотис, Жую, который обыграл Тима Ботти, Ага Аполония, Ян Ань, Симон Гази, Дарко Йордвич, Кауберг Антон, Кирилл Скачков, Джиха Канак, который обыграл очень сильных игроков, Кирилл Герасименко, Рикардо Вальтер, Квадриаруна. То есть максимально сильные игроки даже были еще в третьем, во втором раундах квалификации. Далее в четвертом раунде уже такие стыковые матчи были также максимально интересные было наблюдать. Стала сенсация, наверное, Ван Янг обыгрывать Джао Монтеера, Кью Данг обыгрывает Гардоса Роберта, это пировик из Германии, недавно поднявшийся в рейтинге и который сейчас показывает хорошие результаты. Андрей Гачино обыгрывает Ассара Амара и попадает в главную сетку. Дарко Йордвич имеет победу 4-3 над Каубергом Антоном, также попадая в основную сетку Джоман Оупен, что является уже по сути достижением, так как попадание 32 сильнейших дает хорошие очки, как минимум в мировом рейтинге, так и, в принципе, возможность сыграть с самыми сильными игроками. Джиха Канок все-таки доплывает до основной сетки, обыгрывая Китайца до этого 4-3, Жао Кью Хао и Уда Юке 4-3 в четвертом квалификационном раунде. Аруна Квады очень заслуженно также проходит квалификацию, побеждая довольно хороших спортсменов и в четвертом раунде попадается ему все ручок Павел, который он обыгрывает 4-2. Перед тем, как ознакомиться с результатами основной сетки, хочу вам сказать, что матчи здесь максимально интересные получились, результаты максимально неожиданные. Да, конечно, лидеры играют постабильнее, но игры здесь реально очень крутые. То есть, советую вам просмотреть некоторые моменты, кто не смотрел открытый чемпионат в Германии. Это наиболее такой эмоциональный, как минимум, турнир получился. И очень приятным теннисом. Очень красиво играли спортсмены и боролись за каждое очко. О чем говорит счет на табу. Еще в 1-32 финале счет 4-3 у нас встречается 4 раза. Счет 4-2 у нас встречается также 3 раза. Это говорит о том, что даже игроки, которые значительно слабее лидеров турнира, не хотели сдаваться и боролись за каждое очко. Тем самым, делая матчи максимально зрелищными, интересными и, конечно же, максимально продуктивными. Главными сенсациями 1-32 финала Джоман Оупен 2020 стали матчи с участием Бенедикта Дуды и Матиаса Фалька. Дуда, стоящий намного ниже в мировом рейтинге, обыгрывает Матиаса со счетом 4-3 и попадает в 1-16. Ветеран настольного тенниса Чуан Чинь Юань из Тайпея обыгрывает Маказа Харимота 4-2. Ем Сан также проходит в 1-16 финала, показывая очень прекрасную игру. И в дальнейшем навязывая борьбу и также имеет возможность выиграть у Дмитрия Вчарова. Но проигрывает, к сожалению, со счетом 3-4. Также сенсация стала то, что кореец Чо Синг Мин, левша, обыгрывает 4-3 китайца из первой десятки Лян Джин Куня, который очень сейчас хорошо играет. Обыгрывает дальше Симона Гази и только останавливается в четвертьфинале. Выигрывает он Молонгу со счетом 0-4. Мало опыта у него против Диктатора, как его еще называют. К сожалению, в матче с участием Чо Синг Мин на ОТТФ есть только четвертьфинал с Молонгом. Там, где в 1-32 он обыграл Лян Джин Куня и в 1-16 Симона Гази почему-то не записывались. Но вы также можете ознакомиться с матчем четвертьфинала. Также стоит отметить, что японец Жун Мизутани, который очень много напроигрывался в последнее время, обыгрывает со счетом 4-0 Дарка Йоргича. Обыгрывает со счетом 4-3, делая сенсацией свой матч против Линью Жу, который сейчас на ходу и в прекраснейшей форме. Но Мизутани обыгрывает его и проходит дальше в 1-4 финал, где встречается с Линь Гааянем и имеет шанс также попасть в полуфинал. Но проигрывает со счетом 3-4. Матч просто был завораживающий. Сейчас будет пара моментов из него. Все-таки в этом моменте. Все-таки энергии в его body. Один из двух, которые могут challenge их в высоком уровне. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Далее он уже легче играет Он обыгрывает 4-1 Мизуки Айкао Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне кажется на начало года В том году такого не было То есть подтянулись ближе уже к февраль-март Сильные игроки многих не было еще в январе Возможно это из-за того, что это был открытый чемпионат в Венгрии По-моему в том году В этом это Германия Максимально хорошие условия Максимально сильный состав Стоит отметить несколько игроков Я бы отметил уже на Мизутане Который действительно очень хорошо выступил В предыдущем у него было много поражений Даже от менее сильных игроков Не по делу мне кажется Сейчас он плюс-минус в форме Доказал действительно, что он может бороться Может побеждать Обыграл хороших игроков Проиграл только, мне кажется, из-за неуверенности 3-4 Линга Яню в четвертьфинале Также стоит отметить корейца Чо Сингмина Который дошел также до четвертьфинала Проиграл в Молонго Обыграл перед этим Также сильных очень спортсменов Которые стоят выше, чем он в мировом рейтинге Поэтому здесь, мне кажется, мировой рейтинг Не такой показатель Главное, уверенность в себе и силы Также Бенетик Дуда Который обыграл бронзово-серебряного Плезерного чемпионата мира Матяса Фалька Это дорогого стоит, мне кажется Также я его поздравим с этой победой Ну и годной сенсацией По моему мнению Стала победа, конечно же, Дмитрия Овчарова Который проигрывал 1-3-10-7 Фан Джин Донго И сумел довести матч до выигрышного Действительно, советую всем полностью изучить этот матч Особенно после того, как Дмитрий переломил ход его Это было просто невероятно Невероятные эмоции, я думаю, были вживую на стадионе Но хотелось бы, конечно, посмотреть это Но у нас есть повторы Можем все это изучить в онлайн-режиме Друзья, спасибо вам за внимание Спасибо, что смотрите нас Не забывайте ставить лайки этому видео Не забывайте написать комментарий под ним Если хотите, чтобы мы что-то изменили в этой рубрике Или добавили, пишите это Также мы учтем на следующие обзоры турниров Спасибо вам за внимание Не забывайте заходить в наш магазин Настольного тенниса Table Tennis For You И выбрать для себя то, что нужно Для вашего комфортного развития в настольном теннисе А если не знаете, мы вам всегда поможем и подскажем Спасибо вам за внимание С вами был Олег и канал Table Tennis For You Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok